а у нас все по старому с утра лечебная физкультура вчера шел снег легкий но целый день опять все замело наши елочки а там в конце участка вообще не видно под снег ушли с утра встали и первым делом расчистить все дорожки поэтому в деревне отдыхать и скучать не приходится сейчас раскидаем снег пойдем всех накормим козочку подоем и будем дальше заниматься клетками на вот такие сугробы у нас в этом году все чистим дочистим дочистим снега много для нашего региона этого особенности потому что он у нас выпадает и весь тает вот почистил даже подъезд к дому должны люди за кроликами приехать или у меня то проходимость неплохая вот а иногда приезжает на таких низких машинах с города поэтому часто бывает что иногда и надо толкнуть тут уже немножко поднакопилось поэтому я решил что надо уже немножко убирать потому что протоптать на выходных не приходится тут мы два-три дня дома никуда не собираемся поэтому лучше бы убрать потому что люди приедут и должно быть комфортно в первую очередь такая приятная зима в этом году так много снега даже как-то необычно всего в этом году планы большие на фасад дома на фасад дома надо уже шесть с этим что-то делать уже не раз в роликах говорил что живем там и здесь только полтора года поэтому потихонечку вот не успеваем все быстро быстро сделать но по крайней мере стараемся вот в этом году уже дойдет дело до забора и до фасада я думаю но в планах еще и помещение поэтому задач много здоровья сил вот все остальное будет все остальное будет да а а а а а а Вот она, моя красавица, кушает. С утра дал немножко каши, сейчас сено дал. Открыл ей дверь, уже морозы не такие на улице, поэтому она бегает еще и в пределах двора. У нас тут небольшое ограждение с сеткой, поэтому далеко она не убежит, но дополнительная активность ей нужна. Для чего эта дополнительная активность? Потому что мы все же надеемся, что она у нас беременна. Если она будет больше двигаться и будет активней, значит мышечный корсет, включая те же мышцы тазового дна, они будут активнее и роды будут даваться ей гораздо проще и менее болезненно. Ну и по длительности должны быть гораздо быстрее. Это еще от многих факторов будет зависеть. От количества козлят и от того, как они там расположены. Но считается, что нельзя ограничивать животное для того, чтобы, во-первых, не жрело, а во-вторых, чтобы в целом она не теряла всю свою мышечную силу и мышечный корсет. С тестами я так и не поэкспериментировал, потому что у меня не получается никак поймать ее и собрать мочу. Интересно было самому. Взял для эксперимента тесты на беременность. Но пока еще ничего не могу рассказать. Но я думаю, все равно поэкспериментирую. Попробуем. Плюс хочу уже в три месяца попробовать и послушать ее, и пропальпировать так, чтобы тоже точно понимать, что ждать нам, не ждать. Как быть в целом. Пока вот такие вот новости. Как говорят, поживем увидим. Спряталась. Спряталась и не показывается. Ну покажись, покажись. Покажи, что ты умница. Пойдем дальше работать. Как приятно, когда вот оно домашнее, свое, натуральное. Это удой вот в межсезонье. В межсезонье, если посмотрите, тут литр молока есть. Вот она у нас дает в межсезонье. В сезон-то дает 2,5 как минимум за удой. Поэтому, вот, а если еще и дополнительно ее стимулировать, за 3 дает. Дополнительная стимуляция, это более такая вот еда, насыщенная водой, различный корнеплод, побольше травы. Если такое более интенсивное еще молоко, чтобы давало, значит, болтушки мешаем. Поэтому еще лучше дает. Поэтому, вот, как приятно, когда есть свое, натуральное, экологически чистое, полезное, а не то, что продается в магазинах. Поэтому, один совет. Занимайтесь сельским хозяйством, держите своих животных. Ушли сильные морозы, и наша несушка стала очень активно нестись. У меня хайсекс красное и хайсекс белое. Отбираю самое крупное яйцо. Яйцо грязное, но мы его обязательно перед инкубацией помоем. Будем инкубировать на несушку. Раньше не получилось. Понимаю, что немножко уже поздновато по времени. Но проблема в том, что теплых помещений нету, а февраль у нас еще довольно-таки морозный иногда бывает. Поэтому рисковать не буду. С сегодняшнего дня стартует новый проект. Инкубация несушки, а затем будет и бройлер, и утка. Как и в прошлом году, по сезону я занимаюсь еще и птицей. Поэтому будет много всего интересного на канале. Подписывайтесь, если хотите. Сможете совместно со мной одновременно это все выполнять или наблюдать за нами, за нашими успехами. И в целом я буду рассказывать, как все поэтапно я все это делаю, что получается, на что обращать внимание, каким опытом уже владею. и постараюсь все это объяснить. Начинаем мы с того, что отбираем яйцо. Во-первых, очень внимательно по хранению яйца. Температура не должна быть морозной, чтобы яйцо не замерзало. И в то же время, получается, мы не должны при комнатной температуре содержать яйцо. Поэтому в среднем где-то это должна быть от плюс одного до плюс десяти. Вот такая температура. Ну, не выше. Не выше, по-моему, вот. В целом, в таких условиях, даже если будет там плюс один, плюс два, вот это будет хорошо. В таких условиях храню каждый год перед инкубацией. Ну, буквально у меня получается набрать полный инкубатор за три дня, три-четыре дня. Поэтому в целом, я думаю, что посмотрим, как получится собрать в этом году. На что нужно обращать внимание, когда отбираете яйцо. Яйца гораздо больше каждый день, но отбираем мы именно качественное яйцо. То есть, стараемся, чтобы у яйца было обязательно хорошенькое вот острие, острие и тупой конец. Чтобы не были они двусторонние, чтобы не были с двальным желтком. Это тоже большая проблема. Если у вас есть такие яйца. Также, грязное, но не грязное, это не важно, потому что перед закладкой мы обязательно моем. Моем либо в перекиси с хлоргексидином, либо в марганцовке, без разницы. Моем по-разному, поэтому иногда добавляют другие какие-то такие искусственные антисептики, поэтому без разницы. Заготавливаем яйцо и готовим его так, чтобы вот этим острым концом вниз оно смотрело. То есть, изначально уже нужно правильно положение яйцу давать. То есть, вот этим острием вниз. Вниз. Ну и про холодное помещение я вам объяснил. В тепле хранить яйцо нельзя, потому что иначе будут проблемы. Также яйцо, когда вы собираете на инкубацию, тоже быстренько забирайте с улицы, если на улице мороз, чтобы не было такого, что за целый день нанеслись, к вечеру яйцо замерзло, а потом вы пытаетесь что-то получить из этого яйца. Так тоже не получится. Поэтому поэтапно, поэтапно вот все объясню, все расскажу. Отбирайте с правильным прокрасом яйцо, чтобы не было какого-то тоже неправильного прокраса какими-то пятнами или какими-то... Вот, чтобы не было очень тонкой-тонкой скорлупы. Это тоже большая проблема. Можете дополнительно взвешивать яйцо, если вы сомневаетесь, и вы первый раз смотрите на яйцо. Яйцо по весу должно быть в моем случае не меньше 65 грамм. Вот яйца довольно-таки крупные, моя несушка хорошие яйца несет, поэтому в целом такое хорошее яйцо, крупное, хорошее, красивое яйцо. Вот, можете посмотреть. Вот оно, какое красивое крупное яйцо. Что касается рациона питания, конечно же, надо в этот период стараться более разнообразными кормами. Кормите птицу, чтобы яйцо было более полноценным. И, конечно же, следить за тем, чтобы ваши петухи работали. В соотношении 8 кур на одного петуха. Больше уже не рекомендую, потому что процент вот этих вот... вот этого неоплода будет гораздо выше, и вы зря будете занимать свой инкубатор. Вот, посмотрим, что получится у нас в этом году со своим яйцом, потому что многие ругаются и говорят, что хайсекс промышленная порода, что ничего при инкубации не получается. Вот, мы сделаем эксперимент. У нас белый хайсекс, и у нас красный хайсекс. И проверим, и проверим в целом. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за нами, кому интересно. Поэтому у нас новое сейчас будет направление, новый проект, о котором я буду также регулярно рассказывать. Это вот инкубация птицы. А в дальнейшем еще и будем делать зимние теплые помещения для птицы. Если с кроликом уже вот за полгода разобрались, в целом там осталось уже по мелочам дорабатывать, ну, процентов 80 выполнили, то вот в птицу уже поактивнее пойдем. Сегодня занимался вечером клеткой. Готовлю еще одну откормочную клетку, потому что мест не хватает. Вот они, паразиты, все разбросаны по клеточкам. Потом мамки будут мне еще малышей давать. И, конечно же, нужно будет их куда-то размещать. Немножко с полами не получилось. В том плане, я уже говорил на канале, что закончилась моя ячеечка 16 на 48, а сейчас 25 на 25. Ну, также двойка, также она неплохого качества, но ячейка не та, которую я хотел, поэтому в целом проблематично. А на стенке я также оставляю 25 на 50, и пока меня все устраивает. Но эту перегородку у меня сеточки не было, поэтому я тоже поставил 25 на 25. Но эта верхняя, она не столь важна. Ячейки у меня раз, два, три, четыре ячейки. С одной стороны три и четыре ячейки, с другой стороны, вот они там внизу. И вот здесь получаются ячейки. Ячейки в целом по четыре, потому что размеры идут 60 на 50, а высота 32. Вполне хватает для, ну, до четырех кроликов. То есть четыре максимума в такую ячейку. В среднем, если у вас пометы 8, 10 крольчат, а как оно и бывает, да, вот при, ну, если вы держите там Калифорнию, если, конечно же, держите хиколи, то, соответственно, уже побольше придется бросать. Вот. Ну, я-то думал в целом, что буду заниматься мясом, а сейчас получается в основном племенем заниматься, поэтому они не успевают дорастать до тех размеров, чтобы их нужно было как-то уже размещать. Поэтому пока все устраивает, пока все нормально. Диаметр прутика не меньше двойки берите, ну, и обязательно оцинковку. Я частично что-то, сетку беру какую-то более качественную, такого холодного оцинкования получше, и частично беру сетку строительного магазина. Тоже оцинковку. Вот. Завтра буду делать кормушки. Напилил уже стоечный профиль. Вот. И дальше, дальше ставить на стоечки. Сейчас, секунду. Вот мои стоечки, они уже высохли, поэтому делал заранее их. В первую очередь сначала стойками занимался, а потом уже собирал саму клеточку. Поэтому они уже сухие, готовы к работе. Нужно только просверлить отверстие и вперед. Стойка у меня 25 на 25. Стальная профильная труба, стандарт. В тех же магазинах, там, Вимаса, Петровича, без проблем. В доступе большом. Пойду сейчас кормить кроликов и, наверное, потихонечку домой. Вот они, мои засранцы. Растут, растут. Мамашка тут достает до поения. Систем поения. Это перекладина трубу, которая поддерживает верхние, которые вот они все грызут. И это во всех клетках, поэтому свойственно. Никуда от этого не убежишь. Хиколи очень многоплодные. Вот, как видите, сколько тут головы. Скоро уже нужно будет их как-то, наверное, раскидать немножко. Посмотрим в клеточку побольше. Побольше, потому что они растут им тесно. И я думаю, что к 45 дням действительно будет тесновато. На такой ячейке в 16 на 45 отлично себя чувствуют. Лапки не проваливаются, никто не застревает, поэтому и потери, соответственно, минимальные. Поэтому к выбору сетки относитесь очень серьезно, потому что это очень важно. Боковушки и этот передок 25 на 50, поэтому тоже все просто. Беру вот крепежи такие. Раньше делал их сам, но сейчас как-то время не хочу тратить, поэтому в целом я беру уже готовые крепежи. Чуть-чуть не хватило на сетке для одной створки этой новой клетки отформочной. Но докупим и сделаем. Как-то хотел этот раз немножко все свои остатки пустить в работу, чтобы немножко освободить, чтобы не занимало место так много. Поэтому пустил в работу. Ну ничего. Докупим, доделаем. Пойду всех кормить и домой. Всем спасибо. Встретимся в следующем ролике. Подписывайтесь на канал, кому интересно следить за нами, за нашими животными. И поддержите канал лайком и подпиской. Всем пока. Встретимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok